Многих участников жизнь сама готовит к подобным испытаниям. Юлия Антипина, к примеру, преподает физкультуру в университете. Занятия со студентами, похожие на преодоление дистанции по триатлону, признается она. Переодеваются на ходу. После сложных испытаний на воде триатлеты бегут к своим железным коням. Чтобы не терять времени, снимать водный костюм приходится во время бега. Здесь каждая секунда на счету. Это очень много времени, это очень много сил, это очень мотивирующие люди, это большая классная тусовка, это всегда праздник. Сейчас у меня будет пятичасовой праздник. Свои 60 лет встречает на дистанции. Пока его ровесники думают о приближающейся пенсии, Николай Герасимов может дать фору молодым в плавании, беге и на велосипеде. Я сначала, ребята, проходили, болел. Мы всегда вот говорим, эмоции такие. Я даже не передаю им, передаемаемые такие. Я этим эмоциям запомнился. Вот сейчас хочу попробовать 13, теперь надо выдержать. Не зря участников триатлонных стартов называют железными людьми. Такие нагрузки выдерживают не все. В том перечне испытаний, которые дается спортсменам, задействованы все группы мышц. Спринт это особенно требует от спортсмена, от человека более такой гибкости и слаженности в работе. Нет ограничений ни в чем. Единственное, участники должны быть здоровыми и готовыми к преодолению трассы. Любители могли выбрать отдельные направления, но, как правило, преодолевали все дистанции. Здорово то, что все больше и больше количества людей, которые сюда приезжают, выходят на эти старты. Вы видите, можно плыть, можно бежать, можно ехать, можно участвовать в эстафете. В принципе, возможно, все. Я поражен тому вниманию, которое здесь уделяют триатлону. Видно, что в России Казани любят такие мероприятия. Много не только участников, но и зрителей, честно говоря, удивлен. Эстафету российского триатлона передали Калининграду. До конца года забеги запланированы в Москве, Сочи и Завидово. А Казань станет главным кандидатом на международные старты соревнований железных людей. Алмаз Гафиат, Фандер Сентальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин